Скажите, пожалуйста, как манджари относятся друг к другу? Есть ли у них конкуренция в служении? Дружба, может быть, да? Ну да, как они? Может быть, они заботятся друг о друге. Как они друг друга относятся? Спасибо. Анандама is asking, what's the relationship between манджари? Are they have competition in service, or just they cooperating? Мы практикуем манджари, потому что мы в манджаре. Это бескорыстное служение. Any selfishness is there, they will not understand, because this is selfless service. Они не поймут корысть, потому что их настроение полностью бескорыстно. And one point is service for Radhika. И они полностью сосредоточены на Radhika. There is no two points. Нет двух центров их внимания. Our center is Radhika, and I have to do service, where I will not get anything. Мы совершаем это служение Radhika, потому что я там получу то, что нигде больше невозможно получить. У меня нет материальных желаний. У меня нет материальных желаний, и они желают ничего материального. и у меня нет материальных желаний в отношении Кришны. Ничего. That is my dream. Вот такая манджари павла. А почему мы уважаем Кришну? Потому что Он возлюблен нашей Свамини. И чтобы понять это, нужно общаться с Гуру. Ассоциировать с Гуру и учиться у него. Без обучения невозможно это брести. Тогда мы будем создавать что-то новое. Тогда мы будем создавать что-то новое. That new thing is not right. А новое — неправильное. That will be my conception. Это будет мое представление. Это какая-то другая бава, не манджари бава. Это манджари бава, без того, чтобы принимать рупа-ануга. И рупа-ануга означает гуру-ануга. Рупа-ануга. То есть гуру-ануга. Это парам-пара-ануга. Мы не можем понимать. Наш путь — это рупа-ануга. То есть, лишь по-другому сказать, гуру-ануга. То есть следовать за духовным учителем. То есть следовать за рупа-ануга, следовать за духовным учителем. Очень трудно выполнить это. Это должно быть очень сильное обещание в сердце. Для тех, кто живет в материальном мире, это очень трудно, без практики. Это то, что нужно реализовать, насколько это прекрасно. То есть мотив должен быть бескорыстным. Слава-ануга. Слава-ануга. Что касается индивидуалity, в этом случае? Если вовсе, в его практике, в его практике, в его практике, в его практике, в Сварупа, это будет влияние на садхана, в этом случае? Я знаю, Мангарс. Ашрайя. Девоте, during his practice... What practice? Of Manjari Bhavasadana. In Ашraya or independently? It's not possible without Ашraya. That is Parampala. But when I took the Hachraya, I followed the same way. I did not make clear new ways. I asked Shuburda, how about individuality? How about individuality in Sādhani? That is, a patient, receiving experience during his connection with his Svarūpa, it leaves a light in the heart, and it impacts our Sādhani here. And Shuburda сказал, can you do the Sādhani without Ashraya? I said, no. It should be, 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 it should be Parampala. Without that, I do something without Parampala. То есть, без следования этому принципу, то, что вредность действует не Parampala. Mahajan, Gata Supangsa. What Mahajan do, that way I will do, that is the right way. It means that I will act, I will act, and I will act, as the way the Mahajan, the great souls of the Sādhani, the great souls of the Sādhani. Gata. Gata means what they do, what they step and keep, that is the way to my step and keep. And the word Gata, in this quote, means that I will act on their steps, that is, on their path, on their path. I will act on their path. I will act on their path. And this is a real path. . 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 жертвенность ихняя. У меня такой вопрос маленький, что вот, а как вот Манджари, Кинкари, их пхава по отношению, как служанок Радхарани ко всем жителям Вриндавана, вот ко всем. Если можно, коротко, общими словами или эмоциями, вот, рады-рады. Адад Ковинда из Арскин, what the mood, what the relationship of is Manjari to all living emptiness in Raja? Manjari is the shadow of Raja. Manjari — это тень Радики. Shadow means to know the shadow, you stand in the sun. Знаешь, что означает тень? Вы стоите на солнце. And your shadow is Manjari. И вот тень — это есть Manjari. Тень, бросаемая от тела. Radhika shadow is Manjari. И вот тень Радики — это Manjari. Means, Radhika, where the walk, shadow is always walking. То есть, куда бы ни пошла Радика, тень будет ее сопровождать. That is Manjari. Manjari следует чувствам, эмоциям Radhika. Shadow is no shadow, it's the original is not standing there. То есть, тень не сможет существовать, не может быть тенью, если она разрывает свою связь с своими структурами. Невозможно. So there is no identification of Manjari. Identification of Manjari. When there is no Radhika. Если нет привязанности к Radhika, то не будет этого настроения «Я – Manjari». Это вот ожесления не будет. Лучше. Shadow. Because of my no existence, my Swami is not running. Нет меня. Если нет Radhika, то нет меня. That is Shadow, is Manjari. Таким образом, в этой теме есть Манджари. Как я могу жить, как я могу существовать, если там нет моей Слами? Если я не могу чувствовать, переживать, следовать за ней, мое чувство, переживание. Как это Манджари? Это Манджари Бава. То есть Манджари думает только о Радхарадме, я правильно поняла? И ни о ком другом вообще не думаю. Я надумаю. Я не правильно поняла? Да, да, он об этом и говорит. Они всегда думают только о Шримате Радхарадме. Анатемайя спрашивает. Я правильно поняла, что Манджари всегда думает только о Шримате Радхарадме. Ни о чем другом, ни о ком другом. Рада Чаран, у меня тогда логичный вопрос еще один вытекает из того, из вышесказанного. Можно я спрошу? Спрошу. Рады-рады. Хорошо. Следующая вопрос к Джананда Махараджу. Спрашиваю. Да, 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 да. Вот тень. Помнишь, с чего начал Гурудев, что тень? Они полностью идентичны. То есть они отражают мысли Пхавы своей сламини, Радхики. Но в ее сердце, в ее уме только Кришна. И вот мой вопросик, как они вот эти чувства, как они их впитывают, как они на них смотрят, как они с ними соприкасаются. Ведь она же любит только Его. Вот как мы должны как Манджари на любовь к Кришне, Радхину любовь? Как вот с этим, знаешь, инструментом? Я сейчас говорю о том, что Манджари, как и Манджари, как и Манджари, как и Манджари, всегда имел, и она системы вот так. О, его, Бхава. И оно, как и Манджари, как и Манджари,, всегда имел вrib Jungle с Манджари. И он всегда думает о Кришна. Это значит, что он приходит к Манджари. Теперь он спросит, как они, Манджари, какие они отношения, которые мы получили от Шримати Радхика. Потому что он всегда думает о Кришна. Это значит, что они тоже думают о Кришна. Да. Рада Говинда is asking his question coming from your previous answer. If Манджари, as a shadow of Шримати Радхика, reflecting her moods, her desires, and Шримати Радхика always absorb in Кришна and his feelings and desires. This is me. This is coming to them, to Манджари. They feel your desires. They feel your mood towards Кришна. It means no, 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 no. There's only such a question. Шугардеф No, no, no expectations. Only she's the boss and I watch the that's I 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 Chugurdef Chugurdef Asanael me and said it's Gopi Bhava It's Gopi Bhava Saki Bhava He We has Square and we have on the land to Когда я осредоточу на Радхе, тогда я узнаю о Ее возлюбленном. Она в разлуке, ей нужен Кришна, и тогда я пытаюсь устроить их встречу. То есть это служение произойдет не сразу же. Сначала преданность сосредотачивается на Радхе. Это не будет сразу же одновременно, постепенно. Иначе Сакхибава будет. Или Гопибава. Очень. То есть Манджари даже не мечтают о Кришне. Это их настроение очень чистое. Не как Бога, не как Супремный Господь. Да, это нормально. Он джокар. Сегодня что? Пранкстар. 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 Он пранкстар для нас. Он пранкстар для нас. Манджари смотрят на Фрэнкстар. То есть Гопибава не смотрят на Фрэнкстар. Для Манджари Кришна не Бог. Они не видят в Нем верховного Господа. Они в Нем видят, как мы сегодня читали утром. Вела Пусто-Манджари. То есть Манджари видит в нем того шутника, который всех разыгрывает. Он шутник. Он хочет всех сделать счастливыми. Это только чего-то Манджари. Почему? Он говорит франкстар. То есть Рагунадас Гасамир подшучивает над Кришной. Он говорит, что ты шутник, тот, кто устраивает пранк. То есть разыгрывает. Только Манджари могут его так назвать. Потому что они говорят, что ты разыгрываешь всех, но не мою с вами. Ты воришка и ты охотник за женщинами. Только Манджари так могут его так назвать. Потому что у них нет личного желания по отношению к Манджари. Это слово Манджари. Каждое слово. Это Манджари. Это Манджари. Зайк. Кто-то говорит, что ты шутник. Это Манджари. Это Манджари. Это Манджари. Это Манджари. Это Манджари. Покажите хоть одно место, где Манджари обращалась к Кришне так. О мой Господь, о мой верховный, о мой любимый. они его называют шутник потому что он хочет сделать всех счастливыми шутник то есть это тот, кому нельзя доверять я не верю потому что ты не искренен в отношениях с моей слабыми поэтому ты шутник что такое налоги? он не собирает налог в форме масла это не ги, не масло что такое масло? масло получается из молока если у вас есть 10 литров молока как много масла можно получить? килограмм 1 кг очень, говорит, немного за всю свою жизнь за всю твою жизнь, которая как молоко масло это твоя любовь то есть немножко и Кришна хочет получить вот это и это его налог это масло только для меня он говорит, это масло только для меня почему вы вот это уносите? я остановлю вас я заберу вас все это масло не пущу вы вы мне заплатите вы дадите мне это прямо мне я ем лишь масло это любовь, которая собралась в вашем сердце и я заберу это манжери ты хочешь собрать масло со всех ты шучишь, ты разникаешь со всеми ты хочешь всех сделать счастливыми кто тебе поверит? кто тебе поверит? это манжери бау это манжери бау а че а че а че thank you good sweet ба 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 Не надо смешивать манджари бау с глопи бау и саки бау. То есть это не смесь? В китчи вы можете смешать продукты разные. То есть китчи готовят вместе ингредиенты, не по отдельности. Но нужно готовить все по отдельности. Тогда это вкусно. Ла-саня. Виза зависит. Если вы даете пинапель в виза. Итальянка здесь присутствует и говорит, чего? Ананас, пицца-то вы что, с ума сошли? Пицца-аппарат. Это невозможно. Это невозможно. Пицца-аппарат. То есть мы знаем о том, что так нельзя смешивать, но при том, с чувством мы многое смешиваем неправильно. Пицца-аппарат. В этом красота рага бакси. И это вкусно. И этот вкус. И этот вкус. И этот вкус. Вопрос. Вопрос. Простите меня. Коль сегодня такой вечер вопросов-ответов. Мне интересно. Он так прославлял эту славу преданности Манджари. Мне интересно. Вот на пике их гордости. Как Манджари. Вот их гордость. Вот это чувство. Гордость за их сламени. За ее победу. Что она вот такая. Их восхищение. Ну, я понял, да, наверное. Я лишь услышал утверждение. Я вопрос не услышал. Что Манджари очень гордятся своей сламени. Да. Ну, чтобы... Вопрос в том, что вот как... Пусть Гурудев скажет два слова, да, вот об этой пхаве. Вот гордость наших, да, Гурудеви, Манджари. Вот за сламени. Вот эту эмоцию. Хорошо. Рады-рады. Освободиться. Какие манджари члены на Fayyamaхану думающем? Жанжа Ни Махарадыч. Он спросил про путь của Манджари. Как глупого padры подуга. С choice своим опытом. Второй? Как6 из главастей, члены на Исп prettkung? Почему суд pense? Спная. Он спросит. Манджари уже Para promotion о сфеменный представлении. И мне предлагают слышку. some words of this mood how they proud about so many some situations where this mood coming how they proud so Krishna is waiting for Rasalilu but Radhika became a bit late so little Radhika became late then Radhika was thinking Krishna should be waiting for me because I'm the largest one but what happened Radhika see Krishna already dancing with other gopis and then Radhika was so angry and then Radhika was so angry and then Radhika went to one place and then Radhika went to one place so Krishna understood how he made a mistake so I have to I have to soothe Radhika's mind so Radhika knew Krishna approached what to do Krishna was thinking what to do and then Krishna became very humble mood and then Krishna was saying like Dandabhat to Radhika he did it or he he did it and then Radhika was catching Radhika's feet and then he put he was catching Radhika's feet so he was completely he pulled his feet on his head and then he put his feet on his head and then he put he was catching Radhika's feet so Manjari was watching so Manjari wants to see Radhika's superiority Manjari wants to see Radhika's superiority because Swamini is Vrindavanesshvary because Swamini is Vrindavanesshvary he is Queen of Vrindavanesshvary he is Queen of Vrindavanessvary he is, she is Swamini То есть она госпожа. Не только для Манджари госпожа, но и для Кришны госпожа. И иногда Шмать Радика являет настроение ревнивого гнева и гордости. Таким образом, она усиливает его жажду быть с ней. Или она усиливает его премию к себе, его любовь к себе. И это называется говардан. То есть он усиливает свои чувства. Она усиливает его чувства, его переживания, его жажду встречи с ним, его любовь к ней. Наши Манджари лишь помогают Радике. То есть нет желания встречи, личной встречи с Кришной. Они очень срочноточны. Их настроение неизменно, непоколебимо. Никаких других желаний, кроме служения Шмати Радике. И они срочноточны только на одной расе, Манджари. Сева раса. Они всегда думают о том, как служить Радике, как сделать его счастливой, как его порадовать, как устроить встречу Радике и Мохана. Радике не может быть Радика. Если вы верите в Радику, то Солнце и Супер-Солнце. В Солнце сознание происходит в Мадхбадхе. То есть Шмати Радике объясняет, что сначала преданная расписывается с Кришной, то есть полностью доверяется Ему, только тогда он устремляется к конечной цели. То есть настоящая Радика после этого появляется. Если моя жена становится для меня Радика, а я Кришной, то это Сахаджи. Это не работает. Это не работает. Манджи — это саду Радика. Это Радика — Кришна. То есть кто такая Радика? Она внутренняя энергия Кришны. Когда я полностью доверяюсь Кришне, тогда он открывает свое сердце и показывает, кто у него там, что там у него внутри Радика. То есть тогда появляется Рада. То есть она еще более Божественна. И ее невозможно осознать, ее невозможно понять без осознания Семанжари. То есть она говорит о том, что Манджиаре чувствует вероятность для Шматерадика. То есть из гордости появляется ревнивый гнев, Манджиаре. То есть она думает, я наиболее дорого Кришне, Мохану. Но Привода Кришны — санчари, то есть непоседливо. Он хочет порадовать всех гопи. Франкстер. Франкстер, что Градов снова напомил, то есть шутник. И поэтому Радика гневается на Кришну. И поскольку у Манджиаре нет личных желаний в отношении Кришны, они с легкостью начинают над ним подшучить и говорят, ты шутник, ты шутник. Они с легкостью могут произнести, никто больше так не может шутить над Кришной. Те, у кого нет интереса к Кришне, они могут с ним так подшутить над ним. Это высшее. Ни-то, нет? То есть, пішка. Ты говоришь, «Супременomme произведение Вpayнами». это, это, это и это». Пассивный. Ты росла от Кришне. Так, как ты говоришь, областью. Ты eres человек, ты там корни. То есть, когда есть нужда в чём-то материальном. Алиэкспресс. Алиэкспресс говорит, что большинство людей как обращаются к Кришне? О Верховный Господь, о Всемогущий, о Высочайшей Истины. Почему они так говорят? Потому что у них есть нужды, и они хотят, чтобы он исполнил эти нужды. И это отношение к Кришне, как к компании Амазон, которая выполняет наши заказы. Это такое пассивное отношение к Нему. И Кришне-то не нравится. Но ему очень нравится, когда ему говорят, что ты шутник. Потому что это означает определенные отношения. В этом гордость. Они могут подшучить над Кришной. Это вы, в этом и гордость. Они могут подшучить над Ним. И это указывает на близость. Это любовь. Сегодня утром мы читали И я спросил Гуру Дева, как в Манджаре в этой лиле служат Радики. Потому что в этой лиле все в центре Шимати Радика, ее подруги, Гопи. И сейчас Гуру Дев ответил на этот вопрос. Потому что в описании говорится, что Радика и Гопи никогда не видели Кришну столь сладостным, как в этот раз. Почему? Почему? Радачаран Прабу described like... Because this time Krishna openly asked for love. Like publicly. Потому что, как Радачаран упомянул в этой лиле, Кришна первый раз при всех потребовал любовь к себе. Без стеснения. Радарани и Саки не могут обратиться в этот момент к Кришне и говорить, что ты шутник. Что ты тут придумал? So, Манджари was there. Но там были Манджари. To understand what is happening. And to calm them down. You know, calm them down. Радарани и Гопи. From this overwhelming mood. И чтобы успокоить Радарани и Гопи, они так обращаются к Кришне. And to act like from their pride. И они действуют. То есть они говорят из гордости за свою сламини. Я просто утром сказал, что обычно Кришна намекает на то, что Он хочет любви отшимать Радики. Он умоляет. Как вот только что Жанна Махараджа говорил. Он прижимает его стопы в голове. Но в этот раз Он готов их ограбить. Его жажда слишком сильная. Он не может остановиться. Все. Он готов их ограбить. Причем при всех. А в чем тогда служение Манжаре? Можете подытожить? В том, что Гопи не могут сказать, что они слишком рады и шарашены, а Манжаре могут. Это их служение в этой лиге? Что Гопи не могут, то есть что подруги шаматерадики не могут сделать? Чайтаня прямо сейчас не договорил, что вы обсуждали служение Манжаре в этой лиле. То есть я правильно поняла, что в этой лиле саки слишком ошарашены и взбудоражены тем, что они слышат от Кришна? А служение Манжаре как раз сказать, что ты что-то себе позволяешь, да ты шутник, ты пранкстер. Так? Говинда Махини is asking, just читание прямо is explain what Манжаре doing with Lila. She's asking, is it correct, my understanding, what, because Radha and her саки is too much overwhelmed with what has happened. They couldn't answer him. What is that? Манжаре, they make them cool by these words to Krishna. Да, это то, что имел в виду, читание прямо, yes, this means, читание прямо means this. And also, making some joke, making some joke prankster, then Krishna's feelings sometimes disturbing, more, more, if I say, enlightening. I know that. So, you know, Манжаре, manjari talking to Krishna prankster. То есть, Манжаре, в данном случае, Тулуси Манжаре, называют, Krishna обращается к нему, и говорит, ты пранкстер, то есть, ты шутник. Then Krishna little embarrassed. И Krishna немножко стесняется, ему немного стыдно становится. And also, same time, Krishna's feelings more increases. Но поэтому его внутреннее ощущение, его чувство, его жажда усиливается от этого. And also, Sakhi, and Gopi, and Radhika, they also, their kind of mood is a little bit, I say, little bit more kind of... They can resist. Yeah, yeah, yeah. И в то же самое время эти слова Манжаре помогают Радхе и ее подругам начать сопротивляться к Krishna. So therefore, Манжаре is very clever, very smart. Поэтому Манжаре очень сообразительный. They know how to increase, enhance more data, more, 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 more nice. То есть, они знают, как сделать все происходящее еще более сладостным. Yeah, 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 yeah. Rade, rade. Shugurdev, now time for Russian Zoom came. Lona Klock. Rade, rade. Rade, rade, Rade. Gurudev, I'm missing you, rade, rade. This one-pointedness is very important. Shugurdev говорит, что в этой лили показано, насколько важно быть полностью сосредоточенным на Радхе. If you are serious in one-pointedness, then you think about Manjari. Если вы очень сосредоточены, очень серьезно, тогда вы сможете думать о Манжарибаве, думать на этом настроении. А иначе Санчарибава будет принято, то есть для такого преданного будет Санчарибава, окей, хорошо. Что такое Санчарибава? Сегодня это настроение, завтра вон то настроение, а послезавтра третье настроение будет привлекаться. Тогда реализация не появится. Но Прабхупада и Бхагдадгета, Сваруп и Сварупсиди, Сварупсиди, Сварупсиди знает, что вы гофи, но перфекция не появится. Прабхупада говорит, может быть даже Сварупа появится, но Сварупсиди, совершенство Сварупы не придет. И если вы посадите в Читании, то почему он пришел? Почему он пришел? Какой дар он принес? Об этом скажет Дженанда Махарадж. Это называется Баба Уласараса. Это обычно называется Манчарибава или Кинкарибава. То есть настроение служанки Шримати Радарани. И Севараса, то есть раса, вкус служения Свамини. Это самое тайное, что принес Махарабу, это то, что он нам хочет дать, вот это самое тайное, самое сокровенное. Никакой другой эпохи, никаких других своих аватарах, инкарнациях он не давал этого. Никто не давал это настроение, которое называется Баба Уласараса. Это то, что Махарабабу хочет дать нам. Это самое ценное настроение Баба. Да, Раде. Можно последний вопрос напоследок, Радачиран? Вот Дженанда может быть ответит. Вот правильно я понял? В общем, только корректизм достанет. Спрашивай. Ну то есть вот из всего сегодня вышесказанного, да, вот у меня, ну, то есть такое, говорится, ну, как вот я понимаю, что вот эта однонаправленность любви Манджери, да, она не как, ну вот, в моем ощущении, это как броня, да, вот как кавача у Манджери. То есть они не поддаются по этому чарам, да, вот этого шутника, джокера этого, да, вот именно благодаря вот любви о Радхаране, что он ли рада, он ли рады, рады. Потому что, потому что, потому что, потому что, потому что Манджери был один точный, он ли рады, она любит ее, так как кавача. они не влияние от Кришна. Потому что женщины, женщины, мужчины, мужчины, это очень attractивный. Потому что Манджари, они не интересны Кришна. Тогда Кришна жёстит к Манджари, и Манджари не двигает. Таким образом, Кришна не двигает. Таким образом, Кришна не двигает. Таким образом, это правильно. Да, это правильно. То есть из-за их сосредоточественной радики, Кришна не может их привлечь, не может их привлечь своими шутками. А читание према хочет кое-что сказать на твой вопрос. Ради? Радарани и гопи, вы должны понимать, это Гордон и Лила. Я не могу сказать, что они были в окнах, в окнах, в окнах, в окнах, в окнах, в окнах. Таким образом, Манджари нужно защищать их хорошие названия. Да? Да? Если они видят, они видят Кришна, они становятся в окнах, в окнахе, это было написано. Кришне. Но они не могли сохранить свои чувства, их натуральные чувства. Они в трансляции. Читание према сейчас объясняют очень важный момент из этой Лилы. Потому что где происходит Лила сбора налогов? Она на открытом пространстве. То есть любой может увидеть. И когда Шамати Радика увидела Кришну, он сказал, о, насколько же сладостен. Он никогда прежде даже капли такой сладости не пробовал прежде, насколько он сладостен сейчас. И они все на него смотрят так. Вот. Они опьянены им, но при этом они находятся в публичном месте, на открытом пространстве. Их могут видеть. И что делают в Манджаре? Они защищают репутацию своей свамини. Поэтому у них охлаждают этими словами. Ача, Ача. Thank you, Baba. Thank you. Thank you. Может быть, почитаем теперь, Рада Чиран. Помнишь вот это, да? Продолжение русского зума. Вела по Кусуманжели. Джананда, please. Bye-bye. Now it's time for Russian. Could you read and explain second part of this commentary? That started today morning. Только скажите, пожалуйста, какой стих, и вот там, в каком месте? It's 71? I think it's 73, yeah? I don't remember. 73? 73. He read, he remember where... Here, yeah. Maybe around here. Maybe you know. In which place? That means, they are listening to Morningcast, which by your... I just... No, just before, I told Radogarin, what was the subject morning to morning. Ask me, what's the good subject of our Russian Zoom? I thought, what was morning to morning to morning. Please, Baba. What was the subject of Rada Tihran? I'll tell you, I'll tell you. I'll tell you, what was the subject of Rada Tihran? A particular subject of Rada Tihran? I'll tell you. I'll tell you. I'll tell you. Now, стих 73, Vela Pukusumangeli. Все-все, я лично нашел, да. Все-все, понял. Это сама рада, да, вот строка. В книге Анде Махараджа, а это 271-я страница, кто следует английской версии сейчас, например, Говинда Махини. И сейчас цитата идет из Данакелин Чинтамани, стих 21, Рагуната Даса Гасвами. Это сама рада. Ее части тела золотые. Она является очаровательным венцом славы. В семье царя Бришабану. Волной очаровательных драгоценностей. Сокровищница чрева Киртиды. И благочестивой младшей сестрой Шри Дамы. Лунным светом, услождающим ее ляно-подобных подружек. И ложем моего павлино-подобного сердца. Что значит? Она является кружевом Киртида Бришабана. Потому что Радика родилась в династии в Ришабану Махараджа. То есть в династии Бога Солнца. И среди всех женщин этой династии, она самая большая драгоценность. И сердце Киртида подобно шахте, то есть где добавляют драгоценные камни. То есть там много драгоценных камней. Она является мамой Шимати Радики. И среди всех тех самоцветов, которые находятся в этой шахте, самый сияющий, самый яркий самоцвет в Шимати Радика. Сияющая с золотом. Знаете, как утром. До того, как солнечный свет появится, сначала появляется золотое сияние. И тогда только потом появляется само Солнце и окрашивает все вокруг, освещает все вокруг. Где бы ни была Радика, нет страданий, нет нищеты, нужды в чем-то, нет несчастья. Невежество, только хорошее качество, слава, красота, удача, привлекательность. Очень много хороших качеств. И все эти качества, ее качества, они похищают сердце Мохана. Таким образом, Мохан оказывается полностью во власть этих качеств, Шимати Радики. Во Вриндауне много гопи, много саки. И среди всех этих девушек в Раджа, Гопи и Саки лучше Шимати Радика. И Рагонат говорит, что она является ложем моего павлина подобного сердца. Почему тут упоминается павлина? В предыдущие дни Гурдев кое-что объяснил интересное в отношении павлина. Иногда павлина плачет. Я спросил Махараджа, почему он плачет? Потому что он думает, я лишь птица. Если бы я только был человеком, я могу служить Радой Кришне фруктами, водами, цветами. Но у меня тело птицы. Я не способен так служить. Поэтому он плачет. И самка павлина видит эти слезы своего возлюбленного, и она их выпивает. После чего у нее появляется ее ребенок. Поэтому Гурдев объяснил, природа павлинов очень чистая. Люди поглощены мыслями о чувственном наслаждении. Мы не можем так плакать. Таким образом, павлина символизирует чистоту. А также силу жажды. Символизирует силу жажды. Таким образом, Рагунадас Гасами выражает силу своей жажды, служившей Матерадике. Используемые метафоры. Глубина чувств. Глубина чувств. И любовные сравнения. И любовные сравнения. Содержащиеся в этих двух стихах доставляют неописуемое блаженство Расика преданным. Символизирует силу. Символизирует силу. Символизирует силуизирует силуя, в этих чувствах. Выбор. Самого прекрасного, искусит, не помню, то, типа... То есть, изящного. Самых прекрасных и изящных слов. Самых проявленных чувств в них. Является необычайным богатством Шилы Даса Госвами. Такая особая поэзия, композиция очень редка в вайшнавской литературе. И она настолько уникальна, что она стоит отдельно от всех остальных произведений вайшнавской. В своем чудесном великолепии. Поскольку Махапрабху хочет учить нас Баба Уласа Раси. То есть Баба Уласа Раса означает полная сосредоточенность на служении Шримати Радики. На этом вкусе служения, как радовать ее. Как служить ей. И чтобы быть способной служить ей, Манджаре, или предан такой совершающий Токусан, нуждается быть единым с ее чувствами. И вот этот Баба Уласа Раса, это не только Баба, но и Уласа Минс. То есть до очень высокой степени это настроение поднимается очень высоко, следовать за ней в этом. И из-за этого так много может появиться жажды, также плача. Поэтому это произведение называется букетом цветов. Букет. Плача. Мы хотим предлагать цветы нашему Иштадеву. Но это не просто цветы, это очень сильные эмоции, чтобы порадовать их, порадовать ее. Это то, что проявляется само. По милости Рупа Манджари, по милости Шри Чтани Махапрабу. И вот эта раса, как здесь, Вилапа Кусу Манджари, только кто может сладиться этой расой, тот, кто является расиковой Шнам. А мы можем сладиться этому, благодаря общению с расиковой Шнам. Это необычно, это очень редко. Это нельзя найти в каком-то другом месте. Это редкая удача, найти такого расиковой Шнам, отчего сердца, подобно павлину. И Шила Анандас Баба Джимарадж, нашего Гурдеев, они пытаются выразить свои чувства, нам показать, чтобы мы могли проникнуть глубже, проникнуть с этими чувствами. И здесь Анандас Баба Джимарадж в ходе своего объяснения обращается к Дана Кели Чинтамне Рагунаты Даса Госвами. Потому что кто ее написал? Тот, у кого видение Манджари. Не Саки, не Гопи Баба там. Тот, кто это пишет, находится в положении видящего, наблюдающего, недействующего. То есть мы не действующие, мы не наслаждающиеся. Мы хотим служить Радике, наблюдая за ней, в соответствии с сложившейся ситуацией, в соответствии с Лилой, настроением Радики. Это то, как я чувствую это. Далее. В то время, когда они смотрят друг на друга. В сердце Баба Майи все эмоциональные Радики, как в горной реке, начинают бушевать мощные волны экстаза. То есть Радика и Мохан смотрят друг на друга. Мохан, Кришна, это раса. Радика и Махабаба. А Радика – Бхава Майя. То есть она, та вот эта всепоглощающая любовная эмоция, которой умов она вкус. Он нестворяет вкус. То есть Радика всегда видит лишь Кришну. Поэтому иногда ее зовут Кришна Майи. И здесь Рагуна Дас Госвами, то есть Тулси Манджарь, отражает ее эмоции. Эти переживания, они подобны волнам. И как наш Гурдейл говорит, что океан или море без волн не является привлекательным. Но море с волнами очень прекрасно. Но эти волны не являются обычными. Это волны Бхавы, настроения, эмоций. Когда раса, вкус, встречается с эмоциями, с этими сильными проявлениями эмоций, возникает Ананда, блаженство. Раса усиливает Бхаву, настроение Бхава усиливает расу. Это экстаз, эти волны, это экстаз. То есть Рада обращается к Лалите. Иди медленнее. Пойдем помедленнее. Что-то я почувствовала боль в своих ногах. Однако Лалита шутливая отвечает. Я уверена, что ты не чувствуешь никакой боли в своих стопах. Это большой черный камень. Кришна, в твоем уме. Причиняет тебе сильную боль. Помните, до этого мы обсуждали, как Манжари шутит? This time Лалита шутит. А сейчас Лалита шутит. Yeah. So, because, you know, you feel pain, but not external pain. Да, ты чувствуешь боль, но это не внешняя боль. Источником этой боли является какая-то неровность на пути. Потому что в твоем уме, на твоем пути, в твоем уме всегда этот большой черный камень. Почему он здесь сравнивается с камнем? Because we are walking sometimes, you know, like a very, what is it, very hard, you know, sharp, yeah, sharp rock is there. Иногда, когда мы ходим, босиком по Враджу, на вот этой пыльной дорожке, может появиться такой небольшой, но очень острый камушек. But in your case, no. Inside black rock is there. Нет, Лалита говорит, это не на твоем пути этот черный камушек, он у тебя в уме. Лалита didn't say directly, indirectly said, oh, you are, you know, in your mind, there is some black rock there. Она не говорит прямо, Лалита не говорит вам. Она говорит, нет, нет, этот камушек у тебя в уме. You know, this joke, all sake, gopi, manjari understand. И все sake, все manjari понимают эту шутку, Лалиты. But other people may not understand. Посторонние люди, наверное, не поймут. So, and then you can still walk with the pain in your feet. Ведь ты можешь идти, испытывая даже сильную боль в своих стопах. But not with the pain in your heart. Но никак не можешь выдержать боли в своем сердце. In this way, the sake enjoy joking with Shri Radhika. Таким образом, Саки шутливо наслаждаются шутками со Шрирадой. How amazing is Nagara's tax collector's dress. Как удивительно красивая одежда, в которую Нагара переоделся. Чтобы собирать налоги со своими помощниками, Мадумангалой и Субалой. So, Субалой спрашивает. О, деревенские девушки. Куда это вы несете ги в кувшинах на своих головах? Не обращая внимания на этот пост сбора налогов. То есть, он говорит прямо, но при этом шутливо. Этот ги предполагается для Кришны. Почему вы пытаетесь это отдать кому-то другому? Вам нужно заплатить налог. Почему вы пытаетесь игнорировать нас? То есть, этот Сак, этот друг Кришны, Субала, он помогает Кришне усилить настроение, чувства Гопи. Он же Сакхи не радует. Гопи даже глазом не моргну, продолжает с Гопи. С гордостью идти дальше. So, this is like kind of Manjari seeing this situation. То есть, это то, как видит Манжари, всю эту ситуацию. As seeer. Как наблюдатели. Внутри они испытывают сильнейшие эмоции, но внешне они это никак не показывают. Шям Нагара внимательно следит за каждым шагом Сламени. И с наслаждением вслушивается в мелодичный звон ее ножных колокольчиков. Он подходит к Гопи, очаровывая их нежной улыбкой на лице. И флейты в руках. The fish-like eyes of the Sakhi and Manjari swim in the ocean of the Yugaan sweetness. Глаза Sakhi и Manjari, подобные рыбкам, плавающим в океане сладостей Югалы. So, this is interesting. Krishna's attention is only fixing Radhika. То есть, здесь интересный момент то, что внимание Krishna's attention is on Radhika. Because Krishna's watching Radhika every step, also Krishna's hearing these jingling bells. Он следит за каждым шагом. И он слышит этот с каждым шагом звон ее ножных колокольчиков. And then so attracted. И он очень привлечен этим. And then calm a thought. И он подходит, он выходит вперед. So, and this situation, Sakhi и Manjari also, they are swimming in the ocean of Radha Mohan, Yugaan's sweetness. И Sakhi и Manjari, в этот момент, они наслаждаются, плавают в этом океане сладостей Radha Mohana, в их встрече. So, Krishna wants some block. Krishna wants some past time to, you know, now. И теперь Krishna хочет явить определенную игру. How beautifully Swamini moves her eyes, when Krishna breaks her path and says, pay me my tax. Как очаровательно Swamini передвигается, как она очаровательно движет своими глазами, я не знаю, как сказать по-русски, это хорошо. Передвигает своими глазами в то время, когда Krishna преграждает ее путь и требует, заплати мне налог. So, Krishna broke the way of Gopi, and then he said, pay me tax. So, Krishna, препятствия, он останавливает Gopi на их пути и говорит, заплатите налог. But at that time, Krishna's mind, eyes fixing Radhika. Но при этом его ум, его глаза по-русски сраточились на Radhika. So, Shripada Lila Shuka says, И Shripada Lila Shuka говорит, О, Krishna, let your nektarian pastimes that are relished by the tongues of blessed soul, such as your naughty childhood games, your broken ladders way. О, Krishna, пусть же твои нектарные времяпровождения, которыми наслаждаются языки благословенных душ, такие как озорные детские игры, то, как ты преграждаешь радхи путь в данной лилии, и эмоциональные песни. И эмоциональные песни, которые ты играешь, лотосоподобными устами на своей флейте, вечно станут прибежищем для моего сердца. Это пропета Шрипадом Лила Шукой. Лила Шука это Билва Мангала Тхакуру. А его настроение это Гопи Бхава. Это мы можем догадаться, то есть понять, что в настроении Гопи по тому, как он говорит о том, с каким чувством говорит о том, как Кришна играет на своей флейте. Я думаю, что это Гопи Бхава. Извините, говорит, но я думаю, что тут смесь. Это Санчари Бхава, то есть смесь Манжари Бхавы и Саки Бхавы. Шукой говорит, при мне оставайтесь в Манжари Бхаве, не смешивайте ее. Иначе я буду несчастен, если вы будете смешивать Манжари Бхавы с Духом. Это должно быть нашей практикой, нашей Саданой. И эта игра, когда Кришна останавливает, то есть это Лила сбора налогов, доставляет несравненное наслаждение удачливым душам. Ее сможет понять только тот, кто пробудил из Сиддасварупа. Свою Сиддасварупу. То есть здесь Бхава Махарадж говорит, тот, кто пробудил свою Сиддасварупу, Манжари, может почувствовать то, что чувствует Радика в этот момент. Но тот, кто не находится в своей Сиддасварупе, может смешать эмоции. То есть добавить туда настроение из Гопи, Масаки. То есть примешивать настроение, желание наслаждаться красотой Кришны. Я хочу почувствовать, что Он чувствует. Я хочу быть радой. Я хочу быть Кришной. Шрила Рупа Гослами молится килакинчит в взгляду Радхи для того, чтобы одарить благополучием весь мир. Если однажды хотя бы маленькая капелька этой сладости проникнет в сердце, то после этого он уже не сможет оторвать свое сердце от наслаждения сладостью этого нектара. Я чувствую, что это лила сбора налогов. Данакели. Открывает, дает возможность, садаки, увидеть этот особый взгляд. Килакинчита. Шримати Радхи. Взгляд килакинчита. Вот здесь. Килакинчита. Очень трудно объяснить это слово. Килакинчита означает, что в этот момент в сердце Радхи смешно множество духовных чувств, переживаний. Например, ревнивый гнев, маан. Или стеснительность. И в то же самое время она испытывает счастье того, что видит своего возлюбленного Кришну. Очень много разных переживаний в сердце Радхи в этот момент. И Кришна очень привлечен ее взглядами из уголков глаз. Вот как мы молимся каждый день, когда поем вечером, Радхакри Пакатакши стал. В особенности, когда Шримати Радхи бросает на своего Мохана вот эти взгляды из уголков глаз, которые наполны разнообразием различных переживаний Килакинчита. И эти взгляды похищают его сердце. То есть здесь косно, или даже на самом деле прямо говорится о славящей Мате Радхике. О славе ее чистой любви. Кришна может украсть сердце любого в этом мире. Но кто может украсть сердце Кришны? Радхика, она может похитить его сердце. И в этих словах Рупа Госвами говорит о том, насколько славны взгляды Шримати Радхики, что она этими короткими взглядами Загуга полностью похищает сердце Кришны. Такие чувства, такие переживания могут только Манжари увидеть. Потому что Манжари 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 И таким образом Эта Лила также говорит о славе Манжари. И только те, кто достигли Сида Сварупы, то есть совершенно свои Сварупы, они могут понять сладость этой Лилы. Не просто понять, насладиться этой сладостью. И удачливые преданы могут это почувствовать, увидеть. Больше не сдвинуться. Их ум уже не может привлечься к чем-то другим. Пожалуйста, сделай наш ум, мой ум. Дай ему этот вкус, вот этот вкус ее взглядов. И как она этими взглядами похищает его сердце. Пожалуйста, подари нам хотя бы капельку этих переживаний. Это то, как я чувствую, когда читаю этот стих. So, next sentence. First, Krishna talked with the Saki while Swamini remained silent and grave. Кришна первым заговорил с Саки. В это время Swamini молчит и ведет себя очень серьезно. Sometimes Shama comes up to Radhika to touch her and say Pay me with your youthful beauty. So, Krishna again this prank star. То есть Krishna опять действует как этот шутник, то есть на английском это тот, кто устраивает пранк, разыгрывает. Like in public he's joking. то есть шутит при всех. Then at that time how Swamini is embarrassed, you know. And Swamini она насколько она как проявляет застенчивость, стеснительность. So, Baba explained how beautifully Swamini then frowned her eyebrows. And Ananda Zbaba же говорит Swamini очаровательно нахмуривает свои брови, that defeats the strength of millions of Cupid arrows, которые намного сильнее миллион стрел купидона. это интересно потому что her brows compare это с бом. and sometimes it's great warrior taking the really great bow just without even using the arrow just doing like this this vibration can create strong influence on the enemy it's here it's telling not about arrow, even her brows which is like bow much more much more stronger than millions of arrows of Cupidon just eyebrow just a little bit eyes little bit moving then Krishna this eyebrow shooting Mohan's heart this is one meaning of Kamagaitri this is one meaning of Kamagaitri flavor Shiamnagara становится очарованным и Tulusi также плавает в океане духовных вкусов when she sees the beauty of these eyes наслаждаясь красотой их глаз what say say not both not both Shilgurda сейчас уточняет Manjari видит не глаза обоих Shilgurda говорит она сосредоточена на взглядящей Матери Радики она не видит других глаз она видит ее глаза у нее нет времени на чтобы смотреть на другие глаза это называется Сева Раса Jai Krishna can you hear words of Shilgurda Shilgurda telling in this situation Tulusi Manjari sees only Shimati Radhika eyes not both eyes she has no time for other thing she looks on shimati Radhika eyes it's called Seva Rasna she is completely one pointed battery what is that he is a joker Krishna is a joker but in the beginning he called Krishna a shud nico in the word is always to do this shud 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 it is to him what he is to make happy to my Shulamini to he is make happy Shulamini he will become angry by his and he will look at гневе потом у него смотреть ну действительно будет счастливого вот из да то есть смысл его шуток чтобы вызвать ее гнев на самом и сделки счастливой тогда начнется любовь смысл действий шутника в чем чтобы сделать своих слушателей счастливыми а кришна действует кришна шутит чтобы порадовать мою с вами очень-очень манджари очень однонаправленно поэтому манджари говорит здесь ты шутник если вам Продолжение следует... Сейчас Шамбурдев объяснял, как все это видит Манджари. В центре их видения, Радика. Манджари не могут видеть ничего другого. Такова моя сварупа. Если сварупа Манджари, то она будет видеть именно так. Она будет видеть только Радику. Иначе нужна другая сварупа, например, Гопи, чтобы видеть по-другому. Но я должен развивать свою сварупу. Так можно сказать, синхронизируйся, что ли, со своей сварупой. Соединяться с ней все плотнее. Так? Таким образом, я буду все видеть только с точки зрения своей сварупы. То есть у меня будет свое видение. Радатиран, можно маленькое уточнение? Радаговинда, can he ask one small question about this? Спрашивай. Ну, то есть вот как в сознании, в любви Радхики. Она видит везде Кришну. Точно так же мы, как Манджари, мы везде только видим свами. Да, вот правильно, да, понимание? Такое же. И asking, in the same way, like Shimati Radhika, everywhere see only Krishna. Манджари everywhere can see only Radha. Да. Только свами. Только свами. Служение свами. Жить в своей сварупе, тогда это совершенство, это сида. Иначе это будет санчари. То есть непостоянство настроения. Иначе жизнь будет санчари. Как же тогда придет совершенство в моей садане, в моей духовной практике? Это то, что мы должны увидеть в себе, проверить себя. В этой жизни или в следующей жизни? Я хочу достичь совершенства или что-то еще? Пинг-понг. Да, чего-то еще. Туда-сюда. У вас, говорит, есть стол для игры? Пинг-понг. Теннис. Шарик, с одной стороны, на другую сторону. Пинг-понг. Пинг-понг. Рада Тиран, ну смотри, вот можно я перебью немножко? Ну как, я пытаюсь понять, да, услышать Гурудева, что ведь в сердце, если мы отчасти свамини, да, вот мы ее тени, и она естественным образом, да, она же не прикладывает, вот ее природа, да, ее прана, ее жизнь, она, естественно, любит Кришну. Ну и я думаю, что да, вот по милости Гурудева у нас же это естественно должно быть, да, то есть у нас другой пхавы не появится. То есть мы везде будем, знаешь, как Рада везде видит Кришну, в дереве, в тени, в тучи, точно так же везде Кинкари, они видят везде Радхику. Он же, он же с вами. Он же, он же с вами. В таком случае, Шимати Радика, она видит только его любовь, Мишла. В таком случае, Манджари, в его сварупе, всегда видит только Шимати Радика, и он видит только Шимати Радика. Это натурально, потому что в сварупе, в натуре сварупа. Правильно? Это проверка на Манджари Баву. Куда я двигаюсь? Я двигаюсь к своей цели, или точка моего сосредоточенности все время мечется туда-сюда? Я развиваю Манджари Баву, или я привлечен Гопи Бавой, Саки Бавой? Это проверка, это своего рода такой небольшой экзамен, в общем, экзамен такой, проверка. Это глубокая тема, это тема основана на реализации, это как высшее образование, PHD, то есть профессорская степень образования нужна. Когда мы читаем фантастические истории, И эти истории могут быть написаны с разных точек зрения. Like, say, some neutral position. С нейтральной позицией. Or, say, like actor A position. Или с позиции актера A. Or actor B position. Или с точки зрения действующего лица B. Or actor C position. Или с точки зрения другого, третьего действующего лица B, C. This is Sanchari Бава. Вот это вот, это Sanchari Бава. So, fixing Manjari Бав means always as a prospect, everything sees a vision of Manjari. Но Manjari Бава означает постоянно. Вы не только с одной точки зрения, с точки зрения Manjari Бавы. So, this is, I feel, Sanchari Baba in Manjari. Это то, как я понимаю, что такое Sanchari Baba, то есть постоянство, непоколебимое постоянство в настроении Manjari. But we have tendency to see neutral position. У нас есть склонность смотреть на всё с точки зрения нейтральной позиции. Yeah, we are neutral. Then we go in a neutral position. А Городов говорит, когда мы становимся на нейтральное положение, не принимаем что-то в сторону, значит, мы можем пойти в любую сторону. We accept a neutral position. Мы можем пойти в любую сторону. Но я не нейтрален, на самом деле. Иногда он может разгневаться на ученика. Почему он гневается? Потому что ему не нравится, что вы ученики в нейтральном положении. То есть после стольких лет практики ты так и не создал для себя основу. Он никогда не гневается о чём-то на учениках, что-то за пределами саданы. И для него материальное вообще не имеет значения. Что означают эти слова? What does it mean? I'm not so really clear, but I feel like this. So, you know, sometimes we are living a family life. То есть мы можем жить в семейной жизни. Sometimes we may live like a sanyasi or brahmachari alone. Или мы можем жить как саня, или быть одинокими, жить в одиночестве. The external thing is not important. Внешне то, как мы живём не столь важно. Our internal position, one-pointness is very important. Но вот что действительно важно, это наше внутреннее время. Вот это одонаправление. Как ты практикуешь, как ты преследуешь свою цель, как ты живёшь? Как ты чувствуешь себя не связанным с красавием? Или ты не связанным с тем, когда ты реносишься? Ты должен быть всегда связанным. Какие бы внешние обстоятельства жизни не случились с тобой, стал ты семейным человеком или саняся, не важно. Всегда поддерживать внутреннюю связь с целью своей жизни, то есть с Шимати Радикой, служением ей. То есть в какого бы ситуации ни оказался, это не должно ослаблять меня в моём следовании моей цели. Рады, рады. Никогда не разъединяйтесь. Никогда не разъединяйтесь. И всегда соединяйте себя со своим изначальным положением, со своей рукой. То, о чём Прабхупада говорит в видении на четвертой странице к Бхагавадхи. Это означает жизнь преданного. Ничего за пределами этого. Где в Бхагавадхи сказано, что Кришна является целью? Кришна – единственная цель, что всё предназначено для Него. А Шимати Радикой пишет там, только просто распишись, подпишись, что ты признаешь, что Кришна вверхом. Тогда появляется возможность, то есть время пришло развиваться. И тогда будешь развиваться в своей жизни. Не Кришна… А то есть само развитие не является целью. То есть цель – это одно, а развитие – это другое. И это сбивает с толку, когда кто-то думает, что Гуру – моя цель. Гуру – это путь. Как же он может быть целью? Никогда. Он – путь. Но путь – не цель. Цель – это цель, путь – это путь. А навигатор – это навигатор. У нас проблема в том, что мы не понимаем слов. Гуру должен быть бонофайд. Что значит бонофайд? Бонофайд – это бонофайд. Бонофайд – это бонофайд. А, то есть истинный Гуру – он знает все в подробностях. Кто такой настоящий Гуру – бонофайд? Нараян Марач. Анандас Бабаджи Марач и Бонофайд. Венод Баба – это бонофайд. Они – бонофайд. Кто знает все в деталях, в подробностях, знает, когда стичь цель. Так? Так. Редактор субтитров А.Семкин. Корректор А.Егорова